Ребята, урок 96. Делаю время по тихий час. Иван Крылов, стрекоза и муравей. Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством Ивана Андреевича Крылова. Иван Андреевич Крылов, русский баснописец, родился в 1769 году в семье военного капитана. Когда отец ушел в отставку, семья переехала в Тверь. Денег на обучение в семье не было, поэтому отец был очень рад, когда Ванюше предложили учиться вместе с детьми помещика Львова. Когда Ване исполнилось 9 лет, умер отец. Пришлось искать работу. В 11 лет он уже работал в суде, переписывал документы, разносил пакеты, чинил гусиные перья и потихоньку читал книги, которые остались после отца. Это были арабские сказки, произведения русских писателей, басни, стихи. За это начальник бил его. Мальчик любил бродить по торговым площадям, наблюдать за детьми, сидеть на берегу Волги, слушал разговоры людей. Придя домой, рассказывал маме, что видел и изображал забавные сценки, которые тут же сочинял. Чему учат басни Ивана Андреевича Крылова? Басни учат нас быть честными, добрыми и справедливыми. Хотя в баснях действуют животные, птицы или предметы, мы понимаем, что речь идет о людях. Автор помогает нам оценить их поступки. Вот басни Крылова, Ивана Крылова. Значит, в основном все героями являются животные. И сегодня мы с вами познакомимся с произведением «Стрекоза и муравей». Ребята, обратите внимание, какую оценку дал Александр Сергеевич Пушкин. Вы его очень хорошо знаете. Он написал сказку «Сказка о рыбаке и рыбке. Золотом птюшке». Вот он что говорит. Пушкин находил в басне Крылова отличительные свойства нашего народа. «Веселое лаковство ума, насмешливость и живописный способ выражаться». Он восхищался тем, как Крылов мог в нескольких строчках показать характер. Вот его произведения, ребята, самые смешные. И, значит, в основном он, значит, изображал животных, но подразумевал характер людей. Обратите внимание на первое задание по учебнику. Отгадайте загадки. Что может объединять этих персонажей в басне? Вы уже догадались, ребята, да? Значит, это у нас «Стрекоза и муравей». Отгадки, да? Вот главные герои, которые, значит, являются, значит, главным героем басни Крылова, которую мы сегодня будем читать. Второе задание. Прочитайте внимательно басню. Значит, и послушайте. «Стрекоза и муравей». Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвела чисто поле, нету джней этих светлых боли, Как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло зимой холодной, нужда голодна встает. Он стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный. Злой тоской одручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кумилы, дай ты мне собраться силы, И довешь в них только дни, прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, на работа ли ты лето? Говорит ей муравей. Да-то оволь, голубчик, было, в мягких муравах у нас Песни резвость всякий час, так что голову вскрушила. А, так ты? Я без души, лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши. То есть, вы заметили, где у вас слова муравья и где слова стрекозы. Дальше. Идет у вас следующее задание. Словарная работа, ребята. Что такое нужда, удовольчина, вешни, мурава? И вопросы и задания к тексту. Кто из героев басни тебе больше всего понравился? И почему? Справедливо ли поступил муравей? И сочувствуешь ли ты стрекозе, ребята? И четвертое задание. Прочитайте басню по ролям. Выберите нужные слова в литературном сундучке. У вас там даются слова спокойно, шутливо, радостно, жалостливо. То есть, вы должны выбрать нужные слова при чтении басни. Пятое задание. Рассмотрите иллюстрации в учебнике у вас. Найдите в тексте те строчки, которые им соответствуют. Вот в первой иллюстрации у вас муравей. Работает, а стрекоза спокойно сидит на качелях, катается. Вторая иллюстрация. Муравей спит в мягкой своей постельке, в тепле. А стрекоза в холоде. То есть, какие строчки им соответствуют. И, ребята, запомните. Все баснописцы, которые, когда пишут басни, они всегда пользуются аллегорией. Аллегория – это в переводе с греческого языка означает и насказание. Выражение, содержащее скрытый смысл, намек. Авторы используют аллегорию для создания яркого персонажа. То есть, Иван Крылов в основном пользуется аллегорией. И седьмое задание, ребята, соберите пословицы. Выберите те, которые больше всего подходят к басне. В каких строчках в басне содержатся основные мысли? Какие недостатки людей высмеивает автор? И давайте мы с вами теперь поработаем в тетради. Первое задание – вы должны выбрать, ребята, какие приемы использовал автор для создания образа героя в произведении. Отметьте. Ответ. Портрет, характер героя, поступки речи, мимика, жесты, вопросы и ответы. Естественно, у вас тут выпадают вопросы и ответы, мимка, жесты. В основном он здесь использовал поступки и речи. А что еще он, значит, использовал для создания образа? Подумайте. Так, дальше. Второе задание – вопрос-ответ по тексту. Значит, по басне у вас идет. С этим заданием вы хорошо справитесь. Третье – мастерская юного читателя. Как вы понимаете, слово «оглянуться не успела». То есть, это так быстро все случилось, потому что стрекоза говорит, «оглянуться я не успела». Время так быстро пролетело. А как вы понимаете, слово «лето красное» пропело. То есть, рядом напишите, как вы понимаете это высказывание. Следующее задание, четвертое. Ребята, четвертое задание – придумайте конец басни. Как она может, чем она может закончиться. Может, муравей ее пожалеет, впустит в себе в дом. Как вы думаете? Пятое задание – нарисуйте иллюстрации к басне. И шестое задание – ваша оценка. И для закрепления материала, ребята, выучите басню стрекоза и муравей. Спасибо за внимание.